Служба безопасности Украины готовилась травить мирных жителей не только на территории Республик Донбасса, но и на своей собственной, заявил официальный представитель Министерства обороны России. Для пресечения провокации украинских националистов с отравляющими веществами российские военнослужащие на освобожденные территории берут опасные объекты под контроль и обеспечивают их безопасность. Нам достоверно известно, что при поддержке западных стран СБУ готовится провокация с применением ядовитых веществ против мирных жителей. Целью провокации является обвинение России в применении химического оружия против населения Украины. Хочу официально заявить, в подразделениях российских вооруженных сил, задействованных в специальной военной операции, нет и не может быть химических боеприпасов. Следует сказать, что подобная работа укронацистами и их покровителями из США ведется давно. Химия и биология – их конек, особенно в плане провокаций и убийств. Например, по словам бывшего старшего уполномоченного по особо важным делам департамента контрразведки СБУ, на Украине буквально сразу после госпереворота 2014 года заработала транснациональная компания Monsanto Company – мировой лидер биотехнологии растений. Она знаменита, например, тем, что была лидирующим производителем агента Оранж, дефолианта, применявшегося во время войны во Вьетнаме. Вот эта баня по линии международного сотрудничества, что правило в Хайковский клинический ветеринарный институт, значит, в рухную партию сил материала «Зерна». Вот, значит, и было принято решение, значит, этот сил материал передать в качестве гранда в фронтах программы поддержки всех госпроизводителей фирменов Луганской области. А потом во многих хозяйствах, подчеркну, тогда подконтрольной Украине части Луганской области стали возникать проблемы с урожаем. Агрономы говорили, что на растения напал грибок нового вида. Большое количество посевов пришлось уничтожить. Пострадали и соседние районы, в том числе и российские. Вот такие дружеские и мирные эксперименты приводят к экологическим катастрофам.